РИА Новости Паспорт, награды за оккупацию Украины, огромные суммы денег из России. Как рассказал генерал-лейтенант СБУ Виктор Кононенко, каждый месяц из коммуна фашистской Москвы транзитом через Сербию в Киев отправлялись сотни тысяч евро для ведения подрывной деятельности против украинского государства. Целеспрямованная деятельность Российской Федерации по залучению журналистов, наголошу громадян Украины, до проведения подрывной информационной деятельности против нашей страны. Тоди ж нами был установлен громадян Украины, громадянин Украины, еще раз наголошу, Вишинский Кирило Валерійович, який, керівництвом Международного информационного агентства «Росія сьогодні», був призначений керівником украинского представительства цього Мас-Медіа. Ним было зареєстровано несколько юридических ресурсов, в том числе и ТОП «Интерселект», яка діє над брендом «Російськое информационное агентство новостей Украины». Такая форма побудов была использована для того, чтобы приховать как механизмы финансирования, которые шли из России, так и саму співпрацю между «Новостью Украины» и «Росия сьогодні». Установлено и задокументовано про то, что на весне 2014 года Вишинский получил завдание выехать до Автономной Республики Крым для проведения древних информационных акций. Самый ВИН и подконтрольные ему журналисты выготовили там материалы, которые выгодовали анексию Крыма, а также объединение Крыма до России. Именно за эту деятельность Вишинский, народженный Державною Нагородой Російської Федерації, обратил вашу увагу к закритим указу президента России медалью за обвинение древних. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...